Всем привет, ребята! Мы сейчас в Леди Коллекшн и выбираем себе украшения. Каролина хотела купить себе давно уже. Три. Три решила взять? Хорошо. Я бы с ничего. Подожди, идем вот здесь серьги я посмотрю. Вот, смотрите, здесь какая красота. Я вообще в шоке. Че тебе? А тебе все попугай, да? Нравится. Все новое пришло. А мне нравится, знаете. Я вообще на красный стенд обычно не обращаю никуда внимания, а вот после великолепного века мне все нравится. Нужно будет еще поискать что-нибудь интересное. Попугайчики на пальчике? Да. А я себе выбираю перчатки. И остановила выбор на таких обычных простых сереньких. Это чтобы когда на улицу выходить, иногда все равно нужны перчатки. Поэтому не хочу брать какие-то кожаные. Возьму обычные. Еще думала насчет таких черненьких, но вот этот мех мне не очень нравится. Поэтому возьму обычные серые. Они под все подойдут. Это уже зимние разные вещи. Повязки. Вязаные повязки, шарфики. У меня вот такой шарфик. Это детский отдел. Я обычно не люблю вообще такие заколочки. Ау! Выбирай, выбирай. Потому что они у нас валяются. Толком мы их никогда не носим. На королевских волосах они не держатся. Что ты? Смотри, какие прикольные. Вот резинки вот эти. Такие уже давно-давно в Корее мы видели. Давай возьмем вот эти. Они как раз 290 рублей стоят недорого. И еще мне вот эти вот нравятся. Сейчас выдасти вот такие. Что там? Вау! Тебе не жарко? Нет. Ну-ка повернись, покажи свой рюкзачок. Молодец. Пойдем давай. Все, на кассу. Всем привет. В общем, мы сейчас едем в Мегу, Белую дачу снова. И время сейчас 5 часов. То есть уже начало 6-го мы выехали из дома в 3 часа. 2 часа мы потратили на какие-то пустые поездки. Во-первых, потому что когда мы из дома вышли, я забыла взять извещение. Я хотела зайти на почту. Потом мы дошли до машины. Она чуть подальше была припаркована. Серж меня докинул до подъезда. Я поднялась, забрала извещение. По дороге я хотела заехать оплатить коммуналку. Заезжаю туда, а там не работает терминал. Это даже полбиты. Я выхожу вся такая злая. Я и так расстроилась, чтобы не пришлось подниматься домой. Выхожу оттуда злая, потому что ни коммуналку, ничего не оплатила. Ладно, едем на почту. Только мы приехали, припарковались, нашли место, встали. Выхожу я, значит, из машины. И тут я вспоминаю, что мой паспорт остался в другой сумочке. То есть, получается, я поднялась за извещениями, потому что я их забыла. Но на почту я все равно не попала, потому что забыла паспорт. Я еще больше начала кипеть, и все, у меня уже нервы сдают. Я это чувствую. Близко всему я еще была голодная. Я хотела кушать. Сажусь в машину и спрашиваю Сержа, что он хочет кушать и куда поедем есть. И он тоже говорит, ну я не знаю, как вы хотите, там что-то. Что? Сейчас ты так все рассказываешь. Ну да, я сейчас так вам рассказываю, а так это у нас... Вот так вот все происходило. Во всем я виноват. Я забыл взять твои трек-померали. Да, ты во всем виноват. В общем, не взяли сначала извещение, не попали на почту, не оплатила коммуналку. Но при этом дела мы не сделали, и я злая, потому что еще кушать хотела. А я знаю, что когда я хочу есть, я злая, как собака. Я говорю, поехали покушаем, потому что сейчас что-то будет. И мы начали думать, куда хотим. Я говорю, я хочу пиццу. Поехали пиццу есть. Серж мне предлагает поехать есть роллы. Я говорю, я не хочу роллы. Каролина говорит, я не хочу пиццу. И мы вот так думали, думали, думали. Потом начали искать какие-то другие кухни. И, может быть, пойти куда-нибудь в другое место. Там, куда мы еще не ходили. Я говорю, у меня нет настроения туда ходить, чего-то там выбирать. И нету, к тому же, ну, особо у нас времени мы не располагали. Потому что сегодня было очень много планов. В итоге что мы сделали? Каролина говорит, я хочу крылышки. Вот хочу и все. Ну, я знаю, по поводу крылышек бывает такое. Я говорю, ну ладно. В общем, мы решили поехать поесть крылышек. Сейчас их поели. И время уже, как вы понимаете, 5 часов. Шестой час. То есть мы 2 часа, получается, практически ничего не делали. Просто поели и все. И теперь мы собрались поехать в Мегу Белую дачу. Хотя до этого я планировала поехать в Фикс Прайс сначала заехать еще. Потом заехать в Глобус, посмотреть там елки. После этого поехать в какой-нибудь торговый центр. Купить Каролине свитера. Себе там несколько вещей из одежды нужно было взять. Десерт еще посмотреть. Но все это не получается сделать. Потому что, во-первых, не хватает времени. Во-вторых, это все в разных местах находится. И нужно будет ездить туда-сюда. Поэтому мы решили просто поехать в Икею. Совсем вообще левый план, которого у нас не было. Слышишь? Изначально. Когда мы выходили из дома. Так что мы сейчас едем в Икею. Посмотрим там одежду. Посмотрим в Икею елку. И как раз мне нужно было там еще контейнеры с полотенечками купить в Икею. Ну, в общем, все, погнали. Ты довольна, Каролин? А, так мы же еще и заходили в Леди Коллекшн. Тоже внепланово решили зайти. Потому что я Каролине уже давным-давно обещала, что мы зайдем, купим ей аксессуары. Она все просила у меня, я хочу аксессуары, аксессуары хочу. Я говорю, ну ладно, пойдем, говорю, зайдем, пока мы здесь. И купим. Мы уже приехали. Сидим здесь на парковке. Каролина просто уснула. Мы поэтому решили посидеть немножко в машине. Полчасика уже сидим. Будем ее сейчас будить и пойдем уже дальше гулять. В Икею сначала пойдем или же сначала пойдем вещи смотреть, Сергей? Вещи смотреть. Мы хотели Каролине видеть еще пару свитеров. Зайд! А я подписан на тебя? Ты на меня хочешь подписаться? Зачем? Серж, нет-нет, иногда залипает на влоги наши. Он-то не пересматривает, просто как бы участвует, молча все. Вот так же. Это мой влог сегодня. Вот козлы, а я этого не видел. Серж не видел, как чертик с громом устроили у нас дома землетрясение. Сверху, свалили на сцену, скинули сюда и разорвали. Заяц, ты проснулся. Сразу смылись, как только я зашла в комнату. Зайка-то тоже не видела? Она в садике была. Мы сначала решили зайти в H&M. Здесь Каролина бегает. Хотела вам показать, что сегодня я наделала снова красную тунику. Это не свитер, это туника. Сейчас вам покажу, как она смотрится. Я вам не показывала ее в полный рост. Это где я покажу, Кири? Подвинься. Вот так вот. С ботфортами. Ну, она объемная достаточно. Но мне нравится, она очень теплая и комфортная. Что ты там делаешь? Каролина пить хотела, мы водичку купили. А Серж там где-то выбирает. Что, ты нашел что-нибудь? Ну, в общем, опять будет смотреть себе брюки какие-нибудь, свитер. И потом мы пойдем к Каролине смотреть уже. Давай. Залезть хочешь? Залезай. Оп-оп-оп-оп. Ты не любишь дырявые? Дубль номер два. Серж примеряет новую рубашку. Темно-зеленого цвета. Ну, что-то пока мне не нравится, как на тебя она смотрится. А это следующая рубашка. Ну, она уже получше сидит, но она Сержу не нравится. Подожди, а ты ту, которая голубая тебе понравилась, Диана? Нет, ты сказал, по материалу понравилась. Это вот эта рубашка была? А, нет, она там, но она размера. Да, хорошо сели. И джинсы хорошо сели, и рубашка хорошо села. Другая уже, третья рубашка. Да, она тебе прям хорошо подошла, потому что, ну, стройнит чуть цветом и освежает лицо. Ты же сам темненький, и как будто бы у тебя лицо сразу побелело. Может, ты возьмешь две рубашки тогда? И еще одни джинсы. Две не нужны, да, тебе? Ну, выбирай давай. Сейчас я еще сильнее оден. Ну, давай, 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 давай. Еще одни штаны Серж примерил, вот эти. Они мне тоже понравились. И те джинсы черно-белые. Какие-то черно-белые. Давай. У тебя что-то с глазами, Серж? Теперь мы в детском отделе. Я хотела Каролине два тепленьких свитера взять, чтобы она на улицу на прогулку носила. Смотрите, какой пуховичок мы нашли. Я себе вот такой хотела взять красный в Эчиндеме, но не нашла. Вот. Сейчас там повесили, но они такие лакированные. А я хотела именно вот такой, детский. Прикольно. Посмотри, его можно будет сейчас носить? Если можно будет, может, купим ей. Уже все? Это осень? Ну, ладно. Будем иметь в виду, если что, на осень возьмем. Сейчас смысла нет еще одну осеннюю куртку брать. Слушайте, я только что нашла в Эчиндеме вот такую классную шубку. Ну, это не шубка, это как болеро, да? Сейчас посмотрим, как она на самом деле называется. Вообще-то называется шарф. Я подумала, может быть, внизу какое-нибудь платье, да, Каролине надеть? Почему-то свет здесь какой-то странный. И сверху вот эту шубейку сделать муфточку и на голову еще какую-нибудь шапочку. Напишите в комментариях, будет ли она похожа на северную девушку. Вот она вот так выглядит. Это вопрос на миллион. Обязательно ответьте в комментариях. Не хочешь? Ау, что там? Ну, или вот такую, например, штучку надеть. Она и потом сможет носить, как болеро, на какие-нибудь вечерние платья. Мне нравится такая идея. Чем, знаете, сделаем мы костюм, который полчасика она в нем побудет, и мы потом его будем думать, куда сплавить. Давай, что я подойди к паре. Серж напялила на нее. А ты по размеру надевал? Ну, нет, наверное, чем больше взял, я просто не понял, как там размеры отбираться. Ага. Ну, что, поднимай. Повернись ко мне. На ней как-то широко смотрится, мне кажется. Потому что это не ее размер. Ну, поменьше, если взять, будет нормально, да? Да. Сняли, хоп, и все. Я нашла, смотри, все, что-ка розовый такой, пушистый, и вот этот. Сегодня Каролина свой пушистый свитер нашла, и не хотела его снимать. А он ей маленький стал, и мы пообещали, что возьмем ей еще один пушистый свитер. Пока только два таких нашла. Оставь там все. Оставь внутри сумочки, это же все мусор. Ну, ты даешь. Это первая, получается, комточка. Сюда, в это зеркало, смотри на себя. Ну, и как тебе? И второй вот такой у нее свитер получился. Ну, пусть он лучше будет длинный, чем будут короткий. Ну, ты что, так сделаешь? Вот так вот сделаешь. Нормально. Обычно я всегда короткий, а это прям нормально. Сюда, в это зеркало покажись. Слушай, ну хорошо смотрится этот свитерок. Все, берем два. Все, мы уже приехали домой. Мы решили больше не ходить никуда. В Икею, в общем, мы не пошли, потому что у меня ужасно разболелась голова. Да, начали болеть ноги, потому что мы уже очень-очень долго ходили. Поэтому мы решили приехать домой, а все остальное, все, что мы не успели, сделать завтра. Поэтому сейчас я вам покажу то, что мы взяли в Lady Collection, Каролине, какие аксессуары. Серж, короче говоря, взял себе все-таки ту синюю рубашку, получается, брюки и джинсы взял. Но это очень хорошо. И Каролине мы взяли два свитерочка. Кстати, дай свои свитеры, вон они там лежат. Керри. Так, это Каролина себе взяла, получается, набор. Здесь был браслетик и ожерелье. Ну, просто так поиграть. И вот такие браслетики. Это что, три браслета здесь? Нет, это один как пружинка. Просто так для разнообразия. Пусть будет. Она любит украшения, я просто по себе знаю. А вот это я уже выбрала ей заколочку, чтобы челочку закалывать. Бабочка. Такой крокодильчик. А вот это она сама выбрала. Это невидимки. Хотя мы вот такими невидимками очень редко пользуемся, потому что, ну, не знаю. Какие-то они, я не знаю. У меня такие тоже не очень нравятся. Вот. И я взяла себе еще такие перчаточки. Они мне подошли. И по размеру. Как ни странно, потому что у меня ладонь довольно тоненькая, узкая. Ну и вот свитерочки Каролинины. Вот это мне больше понравилось по своему качеству. Он прям мягкий-мягкий, как у нее был до этого. Ну, у нее, естественно, он был другого принта, и он был голубого цвета. И также мне еще понравилось то, что спереди немного укорочено. То есть под джинсы такие свитерочки очень красиво смотрятся. В любом случае на маечку вот это вот надевать. Опять пришел. Ну, отлично. А вот этот мне не очень понравился по качеству, но зато он яркий, такой розовый. Тоже, если надеть вниз что-нибудь, я думаю, нормально. Для разнообразия пусть будет. Ты что? Смотри, он пришел сюда и иду. Керри. Очень непонятный и сумбурный день сегодня. На самом деле был даже больше, скажем, неудачный, потому что многие дела я так и не сделала. Но ничего страшного, есть еще завтра. Завтра можно будет все это пойти и сделать безо всяких нервов и переживаний. Так что пойду сейчас буду умываться, и чтобы успокоиться, буду смотреть сериал. Так что пойду сниму косметику, нанесу крем. И, как я вам уже до этого говорила, после всех вот этих вечерних процедур, после вечернего моего ритуала, обычно во мне просыпается вторая жизнь. Может быть, я еще что-нибудь сделала, а не просто буду смотреть сериал. А мы с вами увидимся уже завтра. Смотрите предыдущие, да, на новом видео. Каролина мне тут подсказывает. Смотрите предыдущие влоги, если вы их еще не смотрели, не успели. Потому что я знаю, что многие не успевают смотреть, а потом разом садятся, когда все время не смотрят. Ставьте пальчик вверх под этим видео. И все, всем пока.